Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе», а мы с вами на деревообрабатывающем производстве, где сейчас технического шума не слышно, зато слышна музыка. У меня необычный герой, знакомьтесь, Геннадий Парыкин. Сейчас небольшой перерыв. Точнее, сотрудники производства выполняют спецзаказ в другом месте. Повсюду свежая стружка и приятный запах дерева. Скоро эти заготовки станут частью очередного семейного очага – обрамят дверь или окно. Но скажу сразу, ни одного секрета от нашего героя мы не услышим. Оказалось, что он обладатель не только золотых рук, но и природной скромности. Мой дядя тоже на работу краснодеревщиком много лет. И я так бы сказал, что он привил ко мне. Дал мне очень много и научил многому. Здесь я уже не хозяин, каждый раз добавляет Геннадий Парыкин. Бразды правления деревообрабатывающим производством успешно принял сын Алексей. А его главный инструмент с недавних пор – микрофон. Я даже в свое время поступал в Тамбовский институт культуры. И как бы без пяти минут у него поступил. Но потом так получилось, что встретил свою девушку, женился. И как бы вот это у меня такое… моя мысль, она отошла на второй план. Профессия все-таки перетянула. Много лет он работал обыкновенным стойлером-станочником. Это ремесло ему нравилось с детства. Убедившись, что получается довольно неплохо, восьмиклассник Геннадий Парыкин решил – вместо девятого класса нужно поступать в училище. Когда я был еще в пионерском лагере, как-то вот мы из морской глины делали пистолетики, вырезали. Ну, это, конечно, не дерево, но это уже какое-то такое было начало. Там же в счастливом детстве родилась и любовь к вокалу. Постепенно школьный ансамбль сменился армейским. А уж на смотрах, конкурсах, фестивалях и агитках сам Бог велел показать себя. Затем вокальный шументальный ансамбль «Диез», в то время очень известный ансамбль, который относился к заводу электронных приборов. Долгие годы он ждал своего звездного часа. Или звездный час его. Тут сложно сказать наверняка. Но на широких площадках голос Геннадия Барыкина услышали снова только тогда, когда он передал свое дело в надежные руки. Есть у нас такое село Якимовка. Это буквально здесь, может быть, километров 30 от Рязани. Там хороший, очень хороший клуб. И был организован ансамбль. И создателями ансамбля были такие люди, как Камышенко Валерий, Сальков Дмитрий и я. Так появился на свет замечательный музыкальный коллектив «Горпарк». За пять лет состав, правда, поменялся, но задор, профессионализм и солист на прежнем месте. Название «Горпарк» ассоциируется с тем временем 70-х годов, когда... Мы все оттуда. Да, мы все оттуда. И в основном все люди такого одного возраста, уже за 50 многим. Это как отдельный пласт. Мы не собираемся замыкаться на этом. Мы будем развивать, так сказать, нашу форму деятельности. И сейчас уже мы, собственно, уже и занимаемся этим. У нас помимо вокальной музыки есть инструментальные пьесы. Ну, а мы гене помогаем, так сказать, с персональной точки зрения, так, чтобы все было, как полагается. Музыка вообще для меня все. И в том числе, которые музыканты сейчас здесь сидят, мне очень многое дали. В джазе, в этом репертуаре вот Гена Барыкина. Если у меня нет музыкального образования, нет у меня музыкального образования, то я, конечно, присматриваюсь, прислушаюсь к ним. Вот, стараюсь выполнять все те, ну, даже, я бы сказал, не требования, а советы, которые они советуют. И, в общем-то, учусь у них очень много. Поэтому здесь в основном люди, в сегодняшнем составе, это все профессионалы. Редкий случай, когда отдельную программу можно делать о каждом члене коллектива. За то, чтобы сердце ансамбля билось в нужном ритме, отмечает Дмитрий Медин. Краски и басы в умелых руках известного рязанского музыканта Германа Скрипника. Здесь репертуар, он совершенно особенный. И если говорить о фишках, то это фишка, это вот эстрады тех лет. Это главная фишка, собственно говоря, на что идет слушатель у Барыкина. Вот, ну, а то, что мы здесь поиграли, это как бы, ну, школа, это опыт, это нечасто используется. Ну, хорошо, что все это все-все умеют. Один член коллектива Андрей Корнаухов. Соло-гитара. Прекрасный человек, прекрасный музыкант. Очень давно занимается гитарой. Валерий Захаров. Ну, этого человека в Рязани все знают. Это великолепный музыкант, аранжировщик, клавишник, композитор. У него много своих произведений. Сегодня именно Валерий Захаров художественный руководитель Виагорпарк. И кому, как не ему, опытному музыканту знать, что в творческом деле главное даже не пресловутый талант, который бесспорно нужен, а в первую очередь желание его развивать и постоянно учиться. На самом деле, наблюдать за героем этой программы, Геннадием Барыкиным, в этом смысле одно удовольствие. Бережно берет каждую ноту и скромно приносит извинения за помарки. Еще не успели распеться. Паровоз такой должен быть в коллективе. И не один, и желательно, чтобы и вагончики смазанные были, которые шли за этим паровозом. Вот у нас такие же смазанные вагончики. Так что вот он как бы является немножко таким толкачем, а мы все за ним движемся. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для пущего голосового эффекта и опять же красоты добавляют мужчины, недавно в их прутальном коллективе появилась дама. Юлия Смирнова. Это вообще звезда шансона. Она играет и поет. У нее своя программа, свои композиции есть, музыка, стихи. Часто выступает на концертах. Наш герой так и не признался до конца, жалел ли он о несостоявшейся музыкальной карьере. А впрочем, почему несостоявшейся? Сегодня у него есть возможность исполнять любимые песни, есть свой коллектив и место для репетиций. Только на первый взгляд кажется, что знакомые с детства песни исполнять проще, скорее наоборот. В этом деле слушатель Ляпов не простит. Самодисциплина. Вот это, пожалуй, основной такой критерий, которому я стараюсь в жизни придерживаться. Геннадий Барыкин – удивительный человек, который даже делая что-то для себя, все равно помогает другим и предпочитает никак это не афишировать. Взять хотя бы конкурс «Мамина пластинка», который они организовали в прошлом году. Вроде сами заняли второе место, а скольким еще коллективам подарили возможность выйти на сцену? Было, конечно, очень много поклонников, зрителей. Людям очень понравилось наше выступление. Ну, я имею в виду выступление коллективов, всех, которые участвовали на этом фестивале. И поэтому мы приняли решение теперь проводить этот фестиваль ежегодно. А вот показать эксклюзивные работы из дерева мы его так и не уговорили. Он собрал свою команду в начале 90-х, и то, что она осталась на плаву и, по большому счету, не испытывала глобальных экономических трудностей, говорит только о профессионализме руководителя и его соратников. Сегодня у Геннадия Барыкина совсем другие ценности. Он примерный дедушка двух очаровательных внуков и внучки. И много у них деревянных игрушек? Очень много, очень много. Они любят играть с деревянными игрушками, и мы помогаем им в этом, купаем, сами изготавливаем. Вот такие в нашем городе живут скромные, талантливые люди. И пока им есть кому передать свое мастерство, за будущее можно не волноваться. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!